Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас отзывы на новинки Фаберлик, вип-новинки следующего каталога. Все расскажу, покажу. Итак, поехали! Ну что, девчонки, рассказываю. У нас с вами новинок немного, о, как отходит. Поэтому обзор будет таким коротеньким. Это что у нас тут с вами, наклейка что ли? Да, наклейка отходит. Давайте начнем с красок. Что хочу сказать по краскам? Ну, это практически одноразовая вещь, потому что, ну, чтобы вот так, как следует в ванной поиграться, практически целый флакон уходит. У них вот совсем чуть-чуть здесь у девчонок осталось. Два раза они с ними купались, растянули на два раза эти тюбики. Это у нас с вами линейка Ума. Они действительно пахнут так, как заявлено. То есть здесь ананас, краска синяя, зеленая, зеленая такая, зеленая. Артикул, 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 фокус. Вернись. Не хочет возвращаться. Я вам так скажу. 17,52. Дальше у нас с вами клубничка. Она такая вот ярко-розовая. Артикул 17,54. И банан. Он у нас желтый 17,53. Они яркие, они достаточно яркие, но все-таки консистенция вот такая гелевая. То есть, чтобы прям взять отсюда пальчиком и рисовать не очень удобно. Вот по мне гораздо удобнее, если бы такие краски были с носиком. Вот как крем для век, допустим, узенький носик, поняли такой. И выдавалось бы краски немного за раз. То есть ребенок брал бы тюбик этот с носиком и вот так вот рисовал. Там на ванной, на теле, там где угодно. Они действительно на мыльной основе. Они такие мылкие, как мыло. Но вот эта консистенция такая желе-гелеобразная. Когда продукт кусками и пальцем именно рисовать не очень удобно, на мой взгляд. Вот если бы были острые носики, это было бы просто идеально. Так было бы гораздо интереснее. Можно было бы реально нарисовать. То есть взять этим острым носиком, да, нарисовать солнышко. Из этого тюбика не нарисуешь, а пальцем так не получится. Но в целом задумка неплохая. Детям понравилось. Пахнут они ярко, вкусно, играются. Так, дальше поехали. У нас с вами новая линейка в серии Дом. И здесь есть что сказать. Это у нас с вами экзотический оазис. Я уже вам говорила, что освежитель и кондиционер пахнут одинаково. Здесь действительно такие фруктики. Фруктики вкусненькие, классные, все супер. Так, освежитель 308-05. Фруктики с цветочками, с экзотическими цветочками. Аромат классный. В помещении его сейчас прям вот нравится чувствовать. Он сладкий, он немного приторный. Может быть, кому-то и по вкусу не придется. Не могу спорить. Кондиционер, я вам уже говорила, немного похож на мелодию солнца. Его артикул 308-09. Тоже такой яркий, сочный. Все отлично. Жиденький, правда. Вот смотрите. Как вода. Абсолютно как вода. Ни граммом, ни гуще. Аромат из флакона потрясающий. Суперский, классный. Немного вот даже освежитель, он поприторнее. Здесь как-то вот посвежее. Но в целом практически одно и то же. Классный, замечательный. На мокром белье добавляла целую крышечку. Сначала пробовала вот так. Потом прям целую крышечку. И что хочу сказать. На мокром белье в помещении тоже чувствую аромат. То есть он есть, он красивый, он вкусный. Но на сухом практически не чувствую. Вот кто-то из девчонок в комментариях на ютубе писал, что какие-то стали слабенькие кондиционеры в плане аромата. Вот он здесь безумно яркий. Все отлично, все здорово. Но на сухом белье я его практически не чувствую. То есть вот чтобы уловить какую-то одушку, нужно носом прям уткнуться и принюхаться. Вот этот момент, конечно, расстроил. Я ожидала, что на белье будет более ярко выраженная одушка. Но тем не менее белье мягкое. Но не настолько мягкое, допустим, как после кондиционера Сенситив. А так обычный средний кондиционер. Вот кто не любит сильную одушку на белье, берите смело. А кто любит, как я, очень яркие одушки на высохшем уже белье, тому будет слабовато. Так, дальше. Гель-концентрат для мытья посуды. Два в одном. Ноль плюс. Он с вами, маленьким деткам, подходит для мытья бутылок сосок. 308.11 артикул. И тут что хочу сказать. Он у нас с вами уже прозрачный. Вот такой вот гелевый. Сейчас покажу по густоте. Смотрите. То есть густой. Видите? Прям такой густенький, хорошенький, абсолютно прозрачный. Густой гель для мытья посуды. Здесь все нормально, все отлично. Моет до скрипа. Моет прям вообще прекрасно, замечательно. Я уже налила его в свой дозатор. До скрипа все хорошо. Придраться не к чему. Расход экономичный. Пены, как всегда, тьма. Средства для мытья посуды Фаберлик. Это лучшее, что вообще можно было представить. Лучше их не существует в этой природе, на мой взгляд. И дешево, и сердито. То есть, в принципе, по густоте он такой хорошенький. Кто любит разбавлять, можно и разбавить. Что хочу сказать. Так, составы, кому интересно, сейчас покажу. Что хочу сказать. Вот он действительно у меня пахнет больше свежим яблочком. Похож на яблочный. На яблочное наше средство для мытья посуды, в которое добавили немножко одушки от кондиционера. Вот совсем чуть-чуть. Но так чувствует мой нос. Состав кондиционера тоже показываю. Кому интересно, на паузу можете нажать, почитать. Девочки тоже в комментариях на ютубе писали. Но зачем же придумали, опять же, еще с яблоком. Не могли, тот же состав показываю. Не могли придумать что-то как бы новенькое. Но здесь есть отголосок этой серии. Экзотический микс, он есть. Но по мне, вот все равно, когда я принюхиваюсь, когда я мою посуду, на первый план выходит яблоко. Поэтому вот как-то так. Новинки интересные. Новинки, внимание, стоит. Такого еще не было. Одушки тоже интересные. Поэтому смело могу рекомендовать. Больше нам с вами в этом обзоре тестить было нечего. Поэтому на этом ролик заканчиваю. Ссылочка для регистрации, как всегда, под видео. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok